Ставь лайк, если заметил, что у меня сзади была открыта дверь в шкаф. Лайк ставь. Я не умею устанавливать фон, извините меня, пожалуйста. Я не видеоблогер. Основная моя деятельность – это не видеоблогер, я студент. Это второе видео из цикла «Как я поехала в Румынию». Здесь я хочу рассказать про визу. А все-таки, знаете, на последнее, на десерте, как говорится, я вам оставлю самую интересную историю про мои проблемы, которые возникли у меня, в принципе, по факту. Просто из всего этого полугода у меня какие проблемы возникали по поводу моей поездки. Интересный факт, который вы, возможно, не знали. Румыния как бы состоит в ЕС, но шенген там не работает. Это не смешно, что ты ржешь? Первое, что вы должны знать, это вы уже узнали. Шенген не работает в Румынии. Запомните это навсегда. Сейчас, по крайней мере, на дату 2018-2019 год. Что с этим делать? Нужно идти в консульство Румынии и подавать документы на румынскую визу. Какой порядок был у меня? И, в принципе, какой порядок подачи? Ты сначала подаешь все сканы всех документов, которые нужны, на сайт e-vizamaya.ru. Я могу оставить в описании ссылку. Там довольно удобно, только он постоянно вылетает. Этот сайт, извините, ну, типа, вылетает постоянно с сайта, поэтому нужно каждый раз снова заходить в свой аккаунт. Это ужасно. Это нужно отправить куда-нибудь в Румынию, сказать, ребята, почините, пожалуйста. Потому что это не работает. Это бесит, на самом деле, когда ты думаешь, о, господи, у меня все вылетело, типа, все сохраняется. Оно автоматически все сохраняется, даже если вылетает. Только после того, как вы подадите все документы, вас приглашают в консульство, и вы подаете еще раз те же самые документы. Весь пакет документов, которые вы сделали в сканы, вы подаете в реальном виде. Очень важный, просто еще один хайлайт. Если вы студент, я не знаю, я не знаю, извините, я не знаю, я не интересовалась обычной визой. Я интересовалась long stay visa. Long stay visa – это долго. Это она дается на 90 дней, потом ее надо, ну, продлевать. Это самое долгое, что они могут мне дать, предоставить. Но для студентов, для long stay visa нужна справка о несудимости. Справка об отсутствии судимости. Справка о несудимости, которую лучше всего брать в МФЦ. Запомните это. Не идите, пожалуйста, не идите через интернет. Интернет в России не работает. Нет, службы российские в интернете не работают, они вам ничего не сделают. Еще и опоздают, а если сделают, то найдут обязательно у вас судимость. Ладно, 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 хорошо, хорошо. Не буду так, не буду драматизировать. Справку делайте в МФЦ. Мне в МФЦ сделали справку за 7 дней. Обещали 30. Такая, мне сделали за 7. Прости, если ты не хотел, чтобы я об этом рассказывала, но я об этом расскажу. Я должна была ехать с еще одним парнем из факультета экономики. Он пошел через госуслуги, через интернет. Ему не сделали даже, кажется, за 2 недели. Он пошел через МФЦ и ему сделали, кажется, за неделю. Нужно только реально. Реально принесите свое тело в пункт и сдайте документы. Это легко, это берется только на... Эту справку нужно только паспорт. И все, поэтому все. Виза. Приносите все свои документы в консульство после того, как вы сделали все сканы. Приносите свои документы и ждете, и надеетесь, что вы все точно принесли. Сразу говорю, нужно сделать максимальное количество копий. Всего, что вы принесете, нужно сделать копию. Всех чеков. Чеков, что ты шел по дороге в Макдональд зашел, тоже сделай копию. В этом году виза стоила 120 евро. И очень интересная история. Вы сейчас подумаете, какого хрена я еду за границу, если у меня такой уровень английского языка. Я согласна с вами. Человек, который занимается визами в консульстве Румынии, ну как осталось объяснить его, он мне говорит Я такая У меня прям сердце начало колотиться, я такая Он такой Типа Типа Это без проблем, типа вот, смотри, смотри, вот все официально, мы тебя не обманываем, типа вот Почему это будет стоить тебе вот столько-то евро? И я такая сижу, и я такая думаю, господи, это же сколько в рублях? Тысячи восемьдесят. Я думаю, господи, откуда же я возьму эти восемьдесят тысяч? И потом я такая, а он на меня, а я смотрю на него, и он на меня смотрит как-то нормально. Вот как-то нормально он на меня смотрит. Не как человек, который сказал, типа, да хера много тебе вот это будет стоить. А он так вот, типа, да, да, вот это столько будет стоить, то есть это для него какая-то нормальная цифра. Я такая думаю, я спрошу One hundred, not one thousand. Короче, да, у меня в голове реально до сих пор со школы еще сидит, что one hundred. Это тысяча. И я подумала, что мне нужно тысячу евро заплатить за визу. Я просто, я, он такой, типа, no, 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 no thousand hundred. Он мне даже написал, сколько это, ну, то есть, сколько цифр это будет. И я так вот показываю, и я такая, oh my god, I thought I'm going to die. Но история смешная. Смешная история. Смешная, потому что я в итоге поняла, что это 120 евро. Ну, знаете, ну, как бы 120 евро. Ну, как бы, да. А потом ты понимаешь, что 120 евро это тоже на самом деле деньги. Последним, что я в этом хочу вам сказать. Если я что-то не рассказала, пожалуйста, задавайте мне вопросы под этим видео в комментариях. Пишите мне в инстаграме вопросы. Я обязательно сделаю Q&A. Я всегда мечтаю, я мечтаю, чтобы сделать Q&A. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно вдруг я что-то забыла, что-то не рассказала. Последнее, что я вам хочу сказать, что последнее, в смысле, в этом развитии событий, все это. Подала я документы в консульство в Румынию 22 января. 12 февраля, 22 января, 12 февраля. Две недели. 12 февраля я иду в консульство и забираю свою визу. Две недели. Он мне сам сказал, что виза for two weeks is just incredible. Я согласна. Это просто, блядь, incredible. Я очень рада, я благодарна Румынии, всем моим друзьям, бабушке, казачьему моему роду, моей крови, моей маме, маме, папе, сестре, брату, себе, ректору к СПБГУ, СПБГУ, моему ректору, вселенной. Спасибо вам, что смотрите это, что подписываетесь на канал или уже подписались. Это еще, это еще лучше. Спасибо вам большое. Я это сделала. Все. Вот что я хочу вам пожелать. Я хочу вам пожелать, не волнуйтесь, гните свою линию, гни свою линию. Готовься к тому, что нужно сделать много копий, нужно будет заплатить денег. Относись к этому спокойно, потому что даже если тебе не успеют сделать визу, приедешь позже, приедешь позже. И это не страшно. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok